В Национальном Олимпийском комитете Украины чествовали лучшего спортсмена и тренера сентября. В этом месяце почетный титул достался гимнастке Анне Резадиновой и ее тренеру Ирине Блохиной. После бронзовой медали на Олимпиаде в Рио Анна Резадинова решила не сбавлять оборотов и подняться еще на один пьедестал уже в столице будущих Олимпийских игр. В Токио на неофициальном клубном чемпионате мира по художественной гимнастике украинка завоевала две медали. Серебро в индивидуальном многоборье и бронзу в командном первенстве вместе с Викторией Мазур и Еленой Яченко. Анна признается, спортсменкой месяца в Украине мечтала стать давно. В августе даже позавидовала Олегу Верняеву. Я настолько хотела этой победы, но как-то вот всегда кто-то оказывался лучше меня. И вот, не знаю, 2016 год настолько для меня счастливый, потому что, ну да, Олимпиада, но вот еще и под конец года вот такая награда, как спортсмен месяца, конечно, просто моему счастью нет предела. Награды Анне и ее тренеру Ирине Блохиной вручает президент НОКО Сергей Бубко. На Олимпиаде в Рио он был главным болельщиком гимнастки и смог воочию оценить ее мастерство и профессионализм. Также отметил заслуги всей тренерской династии Дерюгиных. Ее старейшина Альбина Николаевна прошла 8 олимпийских циклов. Говорит, последние 4 года были самыми тяжелыми, а ее подопечная заслуживает высшие награды. Я считаю, что это неправильно, что Аня бронзовую медаль имеет. Она явно боролась, прошла прекрасно на этих стартах. Ее первое место должно было быть. Но я думаю, у нее, она крымчанка, у нее хватит силы воли, это всем своим соперникам отомстить. Надежда на объективное судейство может появиться с приходом нового президента Международной федерации гимнастики, считает Ирина Дерюгина. Также нужно увеличить количество олимпийских медалей в художественной гимнастике. Все понимают, что это бывшие социалистические лагери. Россия, Белоруссия, Украина доминируют. Отдать это просто так, поделиться медалью, никто не хочет. Ни одной медалью, а несколькими медалями. Потому что если добавить по видам 4 в многоборье индивидуальным и 2 вида группового, то это уже 6. Это уже будет что-то. Ирина Блохина вспоминает тот момент, когда именно ей доверили готовить Аню к Олимпийским играм. Это был тяжелый груз ответственности, но она с достоинством его выдержала. Для меня, наверное, это было, я бы сказала, в миллион раз дороже этот момент, потому что я понимала, что я шагаю по этому пути, по которому шла моя мама, шла моя бабушка. И только когда ты там побываешь, ты понимаешь, какой путь они прошли. Сразу после награждения в Олимпийском комитете Анна Резаддинова отправилась на аудиенцию к командующему Нацгвардии. Там спортсменки физкультурно-спортивного общества «Динамо» из Симферополя пообещали квартиру в Киеве.